Вот так со смелым взглядом в будущее работают инженеры и проектанты нового перспективного пилотируемого корабля РКК «Энергия». Пока это всего лишь макет, экспериментальная база, но уже сейчас специалисты думают, какой же будет работа экипажа в новом корабле. Ведь по космическим меркам всего ничего, через пару лет начнутся испытательные полеты. Испытательный отдел РКК «Энергия» проходит экспериментальная отработка интерфейса будущего космического корабля. Специально создан стенд эргономической отработки для тестирования систем управления кораблем. Пилот номер один, проверка связи. А он тебя слышит? Для нового корабля специалисты разработали и новый модульный пульт управления. На трех независимых экранах выдается вся информация о циклограмме полета и состоянии корабля. Мы используем сенсорные технологии. То есть здесь, если посмотреть, пульт, здесь видите, нет ни одной физической клавиши, они все только виртуальные. У человека машины интерфейс, который мы здесь будем создавать, он новый, совсем другие подходы, нежели были до этого. Здесь видите, здесь преобладает образное представление, графика, мнемосхемы. Не будет у космонавтов и журнала бортовой документации. Вся информация перед глазами, на экране. Мы хотим сделать корабль, который был бы достаточно умный, чтобы экипаж мог готовиться короткое время для работы на нем. Все для удобства экипажа. Здесь значительно больше места. Откидной пульт управления, чтобы в полете не занимать объем. Могу дотянуться до фиксирующего устройства, расфиксировать пульт из верхнего положения, перевести пульт в горизонтальное положение для управления из кресла. Как вы видите, я могу дотянуться до самой крайней клавиши, до кнопки включения монитора самого дальнего. Евгений Прокопьев. В команде разработчиков не первый год. Для него отряд космонавтов и полет на орбиту – давняя мечта. Решил подавать документы в звездный отряд, чтобы к полету нового корабля быть готовым испытателем. Не просто хочется, а мечтается само. Ну, в любом случае, в испытаниях мы будем принимать участие. И штатного корабля в том числе. Пока это процесс создания штатного изделия. А потом, в заводских каких-то испытаниях, когда корабль будет на земле испытываться, он очень много будет испытываться на земле, мы, естественно, будем принимать участие в этой работе. В процессе создания перспективного корабля основные требования предъявлялись к системе управления. Разработчики придумали новую многоканальную интегрированную ручку управления. Ручку мы разместим между ними. Она будет установлена, закреплена на кресле, на специальном механизме. Она будет иметь возможность подстраиваться под каждого человека, под каждого пилота. Существенное отличие от той, что установлено на «Союзах», где управление производится двумя ручками. Одна ориентирует корабль, другая управляет его движением. Новая ручка – два в одном. Управление может взять на себя как первый, так и второй пилот. Эта ручка позволяет управлять как правой, так и левой рукой. Компоновка нового корабля подразумевает управление кораблем с одного рабочего места, но при этом существует и второе рабочее место. И поэтому, если командир сидит и управляет, он, естественно, управляет правой ручкой, а рядом с ним сидит второй пилот, он может управлять левой рукой. И поэтому эта ручка, как мы говорим, она для правшей, левшей, нейтральной. Систему управления сближением и стыковкой проверяет космонавт-испытатель Олег Артемьев. Год назад в экипаже корабля «Союз ТМА-12М» он проводил реальную стыковку с Международной космической станцией. Сегодня его задача – оценить все плюсы и минусы новой системы. Без ручки у нас много чего не получится. А стыковка в космосе – это самое главное. Не будет стыковки, не будет и сборки, не будет и полета пилотированного. Внешне это напоминает игровой джойстик или ручку управления самолетом, но с интеллектом. Здесь интегрированы все каналы управления космическим кораблем. Ориентация. Крен. Крен. Тангаж. Как бытовая. Киваешь. Рыскание. Вот голову. Новый корабль – головная часть пилотированной транспортной системы. В связке с новой тяжелой ракетой «Ангара-5А» перспективный пилотированный корабль будет стартовать с космодрома «Восточный». Высота корабля – 6 метров. Диаметр – 4,5. Объем герметичного отсека – 18 кубических метров. Масса при околоземных орбитальных полетах – 12 тонн. При полетах на околоземную орбиту в корабле разместятся 6 космонавтов. А вот в дальний космос отправится лишь четверо. Спускаемый аппарат будет приземляться на специальные трансформируемые штанги опоры, что позволит сделать посадку более мягкой и комфортной, а главное – многоразовой. При такой посадке аппарат может быть использован до 10 раз в полетах на низкие орбиты и до трех раз при дальних космических путешествиях. Трави, трави, трави быстрее. Два с половиной аппарата. Быстрее не надо. Быстрее не надо. После посадки покидать спускаемый аппарат экипаж будет через верхний люк. Сейчас в РКК «Энергия» на макете испытывают, как это будет работать в реальных условиях. Космонавты сами, без посторонней помощи, выбираются из аппарата и безопасно спускаются на поверхность. Много мы применяем не только новые технологии в материалах или в конструкциях, но и именно в подходах к созданию космической техники. Именно так мы стараемся предвидеть что-то, опробовать, поменять свои отношения или утвердиться в этом и двигаться дальше. В августе на авиационно-космическом салоне «МАКС-2015» разработчики покажут специалистам и всем, кто интересуется космосом, прототип корабля. Летные испытания начнутся через три года, а на 2021-й планируется беспилотный запуск. Возможно, что инженер-испытатель Евгений Прокопьев, добивший статуса космонавта, и окажется тем, кому в 2024 году доверят вывезти с космодрома «Восточный» в первый пилотированный полет и новый российский корабль.